Металлургия В честь профессионального праздника принимали работники крупнейшего в России золототобывающего предприятия «Полюс Красноярск». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Нашими гостями сегодня будет семья Барокиных, два поколения которых тесно связаны с работой на предприятии «Софрудник». Увидимся через несколько секунд. И в начале выпуска о главных событиях недели в нашем небольшом обзорном материале. В этом году к юбилейной дате 180-летия золотодобычи в Северной Тайге планируется наградить более 250 человек. Первыми поздравления получили ветераны. Помимо этого награждения прошли и в посёлках Вангашта и Абрянка. Большой блок этому будет отведён на самом празднике. 15 июля Северо-Инисейская информационная служба отметила 22 года со дня создания. В 1997 году постановление об этом подписал глава района Ишмурат Гайнудинов. На этой неделе состоялось сразу два заседания сессии. Одно из них было собрано внепланово. В общей сложности депутатами рассмотрено 12 вопросов. Все они приняты единогласно. В посёлке Тея идёт большая работа по подготовке к отопительному сезону. Ремонт конструкции котельной выполнен. В данный момент происходит замена деревянных коробок с опилками на скорлупу. В школе продолжается подготовка к новому учебному году. Кабинеты первого этажа и мастерская готовы к началу учебного года. Так же, как и спортивный зал по улице Северная 3 и Лыжная база. В хоккейной коробке идёт покраска фундамента. В зале борьбы основные работы выполнены. Сегодня гости нашей студии. У нас, наверное, впервые такой расширенный состав. Это семья Барокиных, которые не одно поколение у них отработало на предприятии «Софрудник». Ну, давайте знакомиться. Людмила Викторовна, мама. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Здравствуйте. Дальше у нас идёт Виктор Александрович, глава семьи. Здравствуйте. И Александр. Это, соответственно, уже сын идёт, следующее поколение. Здравствуйте, Александр. Людмила Викторовна, вот хотелось бы немножко вот трудовой биографии. Вот буквально несколько предложений, где вы работали и почему ваша жизнь связана именно с «Софрудником» и с жизнью в Северо-Енисейском районе. Ну, я закончила школу, мне предложили пойти учеником в штукатуру. Я согласилась, работа мне понравилась, я работала какое-то время. Потом у меня случилось со здоровьем, ну, что я дальше как бы не могла продолжать. Ну, тяжёлая профессия, вот если честно, строитель. Тяжёлое одно, а дело в том, что там покраска, вот это всё, оно на меня плохо не влияло. Мне врачи дали справку, сказали, вам работу надо срочно поменять. Я пришла в кадр и говорю, вот так и так у меня. Ну, ладно, хорошо, мы что-нибудь подыщем вам. И потом я пришла где-то дня через три. Ну, они мне сказали, подойдёте, мы что-нибудь вам подыщем, подойдёте, узнайте. Я пришла, и они мне говорят, вот предлагали, хотите, если идти в охрану, у нас есть место. Я говорю, я пойду. Ну, всё, я согласилась, и с того времени я вот до сих пор работаю в охране. Людмила Викторовна, охрана, вот смотрите, охрана раньше всё равно, нет, она всегда была строгая, это была всегда серьёзная служба, это всегда была ответственность. Вот насколько это всё сейчас поменялось, вот в настоящее время? Сейчас, мне кажется, сложнее. У вас есть какие-то детекторы, что, чем вы владеете? Ну, насыщено очень много. Раньше всего этого ничего не было. Сейчас много насыщено всего. Изучаем, работаем, нравится. Легче работать стало намного. Ну, я так понимаю, что вот с этими приборами, видимо, да, я и говорю об этом, что с новыми технологиями работать легче. Да, да. Виктор Александрович, я тоже так понимаю, что вы всю жизнь на софруднике. Почему именно софрудник? Я работал на стройке, машинистом, потом сюда переехали, ну, как бы это, сейчас здесь всё. И софрудник, софрудник, софрудник. И никогда ничего не хотелось поменять, ни в какие другие места не звали. Всё устраивало прям? Да. Даже мысли в голове не было, что что-то поменять. Как-то так всё устраивало. Александр, вот в большей степени я понимаю, что твоя профессия вообще отлична от профессии родителей. Абсолютно. Вот как ты к этому пришёл и тоже, вот почему именно софрудник? Да, у меня профессия IT-специалиста отличается очень сильно от профессии моих родителей. Пришёл я туда ещё с девятого класса. Мне очень всегда хотелось, как, я думаю, и многим хотелось, компьютер. Ну да, изучали, новинка здоровская такая. Завести у себя дома такого зверя. Вот. С родителями мы договорились, что если я буду прилежным учеником, скажем так, учиться на четвёрке и пятёрке, тогда мне приобретут компьютер. Я выполнил все пожелания родителей. Все условия. Да, все условия нашего договора. И ближе к лету, я помню, это было конец мая, мне приобрели компьютер. Это было не к дню рождения, это не было приурочено никакой дате. У нас получается, да, конец мая, это и мой день рождения, это с этого мая, и, опять же, конец рабочего… Учебного года. Учебного года, да, конец учебного года. Вот, получается, мне приобрели компьютер. По истечению года работы с компьютером я уже стал понимать его нюансы в плане программного обеспечения. Разобрался в начинке, разбирал его, нет? Да, в дальнейшем, естественно, мне этого было мало, и я стал прогрессировать. Я стал покупать журналы, я стал понимать, что мне необходимо для модернизации этого компьютера, потому что менялось всё скоротечно, так же, как, в принципе, и сейчас. Быстро очень, да, да, да. Да, эта технология развивается темпами невероятно быстрыми. Вот, и уже в классе в 11-м я понял, что без компьютера я даже не представляю дальнейшей жизни своей. То есть до того мы сдружились с этой техникой. Спал, поди возле него на клавиатуре. Можно так и сказать, да, вечерами даже засыпал рядом с ним. Мама что говорила по этому поводу? Мама уже, я думаю, к тому времени… Свыклась? Да, уже понимала, что дальнейшая профессия моя будет связана именно с компьютерами. Мы с ней обсудили этот вопрос. Уже, получается, в середине 11-го класса, то есть мы с ней пообщались, что дальнейшая профессия будет связана именно с компьютерами. Выбрали техникум, техникум космического машиностроения. Там очень, получается, серьёзная школа подготовительная была именно групп, которые занимались компьютерной техникой, эти специалисты. Туда я поступил. Три с половиной года отучился там. Учился я, проходя практику именно на ООС-авруднике. Оттуда, в принципе, и моё становление пошло как специалиста отдела ОСУП. На тот момент он был. Можно спросить сразу вопрос, вот как к молодому специалисту тогда относились, к практиканту? Ну, в принципе, это как бы всегда несерьёзно, да? Практика, практика, пойди туда, не знаю, куда там сделай то, не знаю. Или нет? Или отношение сразу было достаточно серьёзное к тебе? Отношение, да, как к ученику колледжа было очень серьёзное на самом деле. Начинающему специалисту, так скажем. Да, начиная специалисту, да, было очень серьёзное. Получается, ко мне подошёл мой будущий начальник, Владимир Владимирович Георгиевич, сразу меня поставил в определённые рамки, дал мне понять, что мы сейчас идём на большую модернизацию, потому что когда я пришёл, было действительно около 5-8 компьютеров всего. То есть была небольшая, скажем так, сеть. Он мне дал понять, что хочет развить это всё в глобальном масштабе, в дальнейшем улучшать технологии постоянно. Просто для примера, раньше было 8-7 компьютеров, сегодня сколько? Да, на данный момент у нас парк более 280 компьютеров. Очень мощное, получается, у нас познание сейчас в оптических связи, Wi-Fi, естественно, линиях связи, передачи данных большие. Сейчас мы также модернизируем всё по видеонаблюдению, переход на IP-камеры, модернизация тихучих камер. Будущее за компьютерами? Да, и будущее, я считаю, что действительно за компьютерами. Спасибо большое, Александр. Всё понятно, но ты жалеешь о том, что ты вот пришёл сюда и вот работаешь? Или всё-таки это было уже, как ты говоришь, это у тебя всё-таки осознанно и серьёзно очень было? Конечно, да, это было осознанно. Я никогда об этом не жалел. Человек вообще, как бы, как, скажем так, он, конечно, ко всему может потом подойти, да? Ну, приспособиться, так скажем. Да-да-да. Но мне этого не пришлось делать. То есть я изначально попал в такой коллектив, где у меня были сразу чёткие задачи, планомерно меня вели по этой лестнице. Так у тебя ещё мама там работала в коллективе, папа. Да, мама помогла тоже, да. Родители, в свою очередь, конечно, сыграли большую роль. Поддержка же это вообще очень сильная вещь. Поэтому очень всё нравилось всегда. И по сей день, как бы, мы вот являемся очень хорошей сплочённой командой с моим коллективом. И идём дальше побеждать новые цели. Людмила Викторовна и Виктор Александрович, вот хотелось бы узнать, скажите, вот ваши корни проистекают отсюда. Вы здесь родились, вы здесь прожили всю жизнь, протрудились, с тех пор трудитесь. Какие изменения вы замечаете в лучшую, в худшую сторону вот всего района, районного центра? Вот лично я считаю, что он похорошил за последние вот прям несколько лет, расцвёл. Стал неузнаваемым. А в чём это заключается? Ну, очень много всего вложено и делается постоянно. Ну, вот вы живёте в этом доме. У вас уже дорога заасфальтирована к вашему частному дому? Мы долго ждали, долго ждали. Ну, сейчас у вас уже пыли нет, да? Вы уже вздыхаете свободно. У вас чистят улицы вовремя зимой? Вовремя. У вас всё хорошо? Всё делают. А воду вам подвозят, да, получается? Воду подвозят вам? Да, тоже здесь как бы. Возначенное время привозят. То есть комфорт полностью и уют в вашем частном домике вам обеспечен. А вообще, вот чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Огородом, усадьбой своей. Огурцы уже едите? Да. Что ещё пошло у вас? Только начали. Ну, там редисочка, укропчик, салатики. Всё это уже сейчас есть на столе. Виктор Александрович, вы чем любите заниматься в свободное от работы время? Тем более, сейчас у вас его более чем достаточно. Тоже огородом. Вот, огород был, это я протяпал всё. Ну, вот, в основном-то, грязный огород. Садили. Но это же тоже большая забота. Вовремя прополоть, вовремя полить, вовремя что-то. Это же забота каждодневная. А вам не скучно? Да нет. Скучать некогда. Некогда. Прихожу, да, с работы. Он говорит, ой, ножки мои устали. Я говорю, ну да, целый день ходил по двору, что-то делал. Конечно, устанут. А как не устанут? Ну, вот Александр живёт, получается, отдельно от вас. Вам приходится справляться со всем самим. А как бы удаётся вам или всегда зовёте сына на помощь? Ну, приходит, помогает. Вот мы уже, как бы, уже возраст у нас такой, что мы уже не можем такие тяжёлые работы делать. Вот, помогает. Сын приходит. Вот этот раз он нам спахал огород. Молодец. Значит, получит огурец свежий. Сам спахал огород. Мы с дедушкой посадили потихонечку, не спеша отдыхали. Как-то так вот помогает. Что нужно, всегда поможет. Ещё вот, уважаемые телезрители, в ходе небольшого предварительного разговора, когда мы только знакомились с семьёй, и я узнала, что у Александра есть очень, ну, замечательное хобби – это путешествия. И вот, Александр, вот прям хотелось бы услышать, что это у вас за такие путешествия? Куда вы всё ездите и на чём вы ездите, самое интересное? Да, опять же, вот если говорить о путешествии, то нельзя сказать, не сказать, точнее, пару слов именно о том, что компьютер у них тоже повлиял глобально. Почему? Потому что это было 4 года назад, мне исполнилось 30 лет. И на тот момент у нас появилось сообщество, сообщество любителей мотоциклов. А в Северо-Енисейском или вообще? Вообще, по всей России. Да, у нас образовалась общая идея – создать сайт. Для того, чтобы мотоциклисты всей России могли там оставлять свои блоги. Кто-то путешествует, кто-то разбирает мотоцикл, кто-то собирает, наоборот, кто-то модернизирует как-то. И вот хотелось, чтобы каждый делился именно своими мыслями. Мы создали такой сайт. Более 5000 человек сразу на этот сайт влилось. То есть мы его раздекламировали в контактах, в каких-то определенных там тоже. Ну, это сейчас быстро все делается. Да, это все быстро. Вот, и оттуда все, в принципе, и началось. Я как бы с 27-го года уже катаюсь на мотоцикле здесь целенаправленно. У меня на данный момент этот мотоцикл подал. Но, тем не менее, на тот момент это был очень классный мотоцикл – эндуро. То есть можно было покататься по районным дорожкам, поизучать именно районные красивые места наши. С этого все и началось? Да, это, естественно, прежде всего, самое такое сногсшибательное, что мне удалось увидеть – это обвальное озеро. Знаете, да? Да, слышали, но сами не добирались, фотографии видели. Да, очень интересно, очень красиво. Ну, помимо тех красот, которые у нас еще присутствуют, это прямо вот изюминка, скажем так. То, что мне удалось увидеть. Родители брал свои путешествия или только фотографии показывал? Только фотографии. Только фотографии. Потому что это, ну, скажем так, мотоцикл, мотоцикл для одного человека. То есть лучше все это показывать на видео, либо на фотографиях, скажем так. Ну, поездив здесь какое-то время, я понял, что мне этого недостаточно. Что в плане прогрессировать, да. Дальше, получается, переговорил опять же с родителями, что хочу заняться путешествием на мотоцикле. И мама-то что сразу сказала тебе? Мама и папа, они, скажем так, изначально не проявляли никаких негатива к этому, да. Ну, потому что не знали, наверное, что это вылезет, да, Людмила Викторовна? Вот. В дальнейшем, получается, я приобрел себе мотоцикл. Не вдумывались, не задумывались. Более серьезный мотоцикл именно для путешествий. Естественно, я приобрел огромное количество друзей в каждом городе, по которому я буду ехать, для того, чтобы пообщаться с людьми, отдохнуть. Скажем так, уделить какое-то количество времени городу. Ну, не просто проехал, да, действительно, а действительно ты проникся вот еще и в это. Да, 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 я потому что люблю именно исторические какие-то части в городе, то есть специально подбираются люди для этого. И как бы, ну вот, на цикл оставляем, садимся в машину, садимся, и непосредственно уже по городу у нас идет экскурсия. Больше всего, что тебе запомнилось из твоих путешествий? Из путешествий запомнился, конечно, это люди, прежде всего. Это друзья, это новые знакомства, это новые места. Вот сразу можно вопрос, насколько сейчас контактные люди, да, активные, потому что все равно мы в большей степени закрыты все. Сейчас все уткнули свой компьютер, телефон, все, никого не видим, никого не слышим. Насколько все-таки есть открытые, контактные люди? Страшно ли выезжать вообще? На самом деле не страшно, потому что, как правило, ты едешь именно к таким же людям, которые уже путешествуют, либо принимают путешественников, наоборот. Которые знают все нюансы. Да, которые знают нюансы по городу и которым именно интересен твой внутренний мир, которые хотят услышать, что было тут, там. То есть, как правило, к таким людям ты и едешь. Некоторые даже непосредственно приводят тебя к родителям, то есть им тоже интересно общаться с тобой, внутренний мир, духовный твой изучить, скажем так. Поэтому можно спокойно садиться на мотоцикл и путешествовать. А в дождь как ехать на мотоцикле? В дождь тоже на самом деле все просто. Мотоцикл класса туриста, он уже предназначен и для дождя. То есть там, помимо того, что есть подогрев ручек, что очень важно, потому что при плохой погоде, как правило, руки замерзают быстрее. Особенно, когда мокрые. Включаешь подогрев, суши. Есть так называемое лобовое стекло, ветровик. Чем он выше, тем, конечно, приятнее. Потому что при скорости уже более 70-80 км в час образуется что-то типа кокона. То есть, если идет дождь, то, как правило, на тебя не попадает. То есть вот такой момент, да, есть. Ну, естественно, это и экипировка. То есть должна быть хорошая экипировка, которая продуваемая, но, опять же, влагозащищенная. И вполне все комфортно. Людмила Викторовна, как вы относитесь к путешествиям? Я поняла, что даже до Крыма доезжал. И везде уже где только. И даже дальше был. Все побережье объехал, Черного моря на мотоцикле. Как вы его отпускаете? Начинал с Батуми и закончил Туапсе. И туда дальше поехал. Представьте, все вот это побережье, он все объехал. И там заезжал и отдыхал. Как вы ждете влесточки? Это сейчас есть сотовый телефон, проблем нет. А как раньше с этим было? Даже вот когда в Грозный приехал, и он нам не отвечал. Дня два-три. Тишина. Мы были вообще. И жена его, и мы с мужем переживали это все время. Потом позвонил. А оказывается, почему он не звонил? Потому что там не было связи, да? Все верно. Там тоже такие участки глухие, как у нас, наверное, есть. Там был такой момент, что моя сим-карта там не поддерживалась. И вот эти действия были. И он как раз в это время туда был, и там не было вот этой связи. В общем, маме хлопоты доставляешь и доставлял. Ежегодно. И доставляешь ежегодно. Сворачивает. И сейчас бы от вас хотелось бы услышать поздравления вашим друзьям, коллегам. Большой-большой праздник. 180 лет золотодобычи. И вообще с Днем Металлурга. По несколько буквально слов. Людмила Викторовна. Ну, я поздравляю свой коллектив, весь Соврудник с этим праздником. Всем здоровья, счастья. А самого главного, конечно, здоровья. Будет здоровье, и все как-то будет. Оно все приложится. Да, в преддверии праздника я бы, конечно, хотел поздравить коллектив и его Соврудник. Скажем так, работа, работа, это как дом. Потому что мы там проводим очень большую часть нашей жизни. А коллектив за время работы в Совруднике, он стал уже как семья. Я знаю, что я могу всегда на него положиться. Я знаю, что он у нас очень ответственный, целеустремленный. Поэтому я пожелаю в дальнейшем всем той же устремленности, великих побед и, естественно, здоровья. Спасибо вам большое. Вас тоже мы поздравляем в преддверии праздника. Это, естественно, вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. И примите, пожалуйста, за ваш вот такой вот приход сегодня в нашу студию вот этот небольшой подарок. Дарим от чистого сердца. И, пожалуйста, вот изучайте. Вся история Северо-Енисейского района уместилась в двух томах. Вам спасибо большое. Удачи. До свидания. До свидания. Деньги смотрите в нашем эфире театрализованное представление, с которого начнутся праздничные торжества. А завершит наш выпуск сегодня материал Натальи Колесниковой о конкурсе чтецов, посвященном 180-летию золотодобычи в Северной Тайге. В студии для вас работала Лариса Пустакашина. С праздником всех. До свидания. В центральной библиотеке прошел конкурс чтецов, посвященный 180-летию золотодобычи в Северной Тайге под названием «Золотые строки». Среди тех, кто пришел прочесть стихи по теме детсадовцы и представителей старшего поколения. Свою лирику читали местные поэты. Но в начале экскурс в историю развития золотодобычи и района. В Северной Тайге золото открыли в 1839 году. В настоящее время на территории нашего района располагается несколько крупных золотодобывающих предприятий. Члены жюри серьезные. Среди них член Союза писателей наш земляк Владимир Прасолов. Но все они не очень строгие и желают участникам удачи, понимая, что выступать будет непросто. И работа перед этим проделана колоссальная. Все, кто готовились к этому конкурсу, я знаю, что изучали фактически историю северо-енесейского района. И много смотрели детишки и ребята, и взрослые стихов, которые посвящены не только району, но еще и истории. Все-таки у нас 180 лет золотодобычи в Северной Тайге. Поэтому сегодня мы здесь услышим разные произведения. В расчет жюри берет все. И внешний вид, и выразительность чтения, и оригинальность текста. Стихи разные, но тема одна. История золотодобычи. 180-летие с момента первых находок самородков и разработок в Северной Тайге. Звучали строки о районе, его суровом климате, любви к малой родине и счастливом детстве. Мы пока что малысы, но поселок любим и злаем, а души радости всем людям. Мы пойдем на юбилей, праздничные одеты. Нет поселка красивей, знают даже дети. Разноцветные стры, рвутся в небо злится. И у нас эти творы, да, сияют лица. Участие в конкурсе чтецов приняло ни много ни мало 26 человек. Самые маленькие участники в группе до пяти лет детсадовцы из Ибалки. Сказать, что ребятишки волнуются, совсем нет, но читают с выражением. Промоют в бочках, а потом отходы сбросят, А песком золотые устланные ковры, природы дивные дары. Обогащение пройдем, затем золотые слитки льем, А после уж в казну странной попастье слитки все должны. Богословен великий труд людей, что слитки эти льют. Подготовка заняла у них немало времени. И помогали учить малышам стихи родные люди. Они же и в зрительном зале поддерживали, а еще воспитатели. Кто стихи учил? Со мной мама. Маша. А со мной мама. Мама учил? Да, со мной мама. А тебе понравились стихи, которые ты показывал? Да. Я сейчас расскажу. Пучный, легкий, дорог. Был у меня лошадь в цветах. Раз, сладный путем и давал металл. Папа, мама, шли работать все. Нет, а еще как лаза. Ты мне скажи, а ты с кем будешь работать? Нет, я все как лаза. А то, что здесь всем. А ты работать кем пойдешь? Золотодобытчик охотишь? Да, золотодобытчик. Вот сейчас придешь, не скажешь, всем расскажешь, покажешь диплом. Да. А что ты будешь им рассказывать? Я тоже расскажу. Стих. Правда, в свободное время у ребятишек находится время не только для заучивания стихов. И что еще? Люблю лепить, красками рисовать, картинки смотреть в телефоне, играть. Музыкальные паузы не только вносят. В конкурс яркости прекрасно дополняют тематику. Для участников это еще и время передышки. И вот у микрофона уже другая возрастная группа. Люблю тебя, сибирская земля, Таежные бескрайние просторы. Желчание не дал, равнины и поля. Богатство не дал, твои холмы и голы. Бражу лесной, извилистой тропой, Вдыхая аромат травы душистой. И над прохладной, тихой рекой Любуюсь я закатом золотистым. Среди старшего поколения местные поэты Галина Королева, Анатолий Вичкитов, Нина Илькостина. Для них строки в стихах – это зов души, родные строки. Когда-то здесь копытили тайгу Стадомосластых северных оленей. И разгребая ядленик в снегу, А нас сдирали до края голени. Хозяевами вольными тайги В то время были лоси да медведи. Покуда не был пришлыми людьми, Здесь первый кладезь золота разведан. И застучали заступы кирка, Омерзлоту и мхом покрытый камень, Чтобы с земли добыть наверняка Сокровища, хранимые веками. Если жюри пришлось выбирать лучших из лучших, То зрители в полном восторге от конкурса. Дети, конечно, все развитые, конечно, все. Читали очень хорошо, особенно малышки. Это вообще чудо, это чудо. С душой, вот видите, и вот прокалом, вот и женщина тоже прям от души считала. Хорошие, да. Нас пригласили, вот три мы ходим. Ну вот три, да. Необходимо, это не обходимо. Мы всегда больше не ходим. Тяжелые здесь их творения. Вот надо всем читать, вот точно по листочку. Потом очень тяжело. Человек читал, мне кажется, самый лучший. Длинный, все, прям от души, честно. Больше всего наград и признаний в конкурсе собрали ребята театральной студии «Шанс». Впрочем, в этом помогли профессиональные навыки и собранность. Думала, что будет везение, что какое-нибудь место получу. Вот. Был настрой позитивный. Сначала я боялась, но потом я переборола и рассказала. Ну, там чуть-чуть были запинки, но я рассказала. Я очень готовилась. Я два дня плакала из-за того, что не могла никак выучить последний абзац. Но все-таки я его выучила, но не рассказала, потому что там были не очень складные строки. Но я не боялась рассказывать. Мне очень хотелось получить первое место, но я и так рада. Вообще шла, когда сюда, то было какое-то такое перемешанное чувство. То есть, как бы волнуешься, как бы вроде как уже участвовала, то есть уже знаешь, что там будет. Довольны результатом своих воспитанников и руководитель студии. Времени было мало для заучивания стиху, а ведь еще надо успеть продумать образ. В итоге три первых места в своей возрастной категории. Мы все-таки занимаемся, мы в этой деятельности участвуем не только в районных, но и в краевых мероприятиях. Поэтому вот и победа наша. Но вы как преподаватель довольны? Я очень довольна, конечно, детьми. Очень молодцы. Они уже понимают, что от них требуется, что они должны выйти, как сказать. Но немножко волнения, конечно, они испытывали, поэтому я считаю, что все достойно было. Позже ребята и руководитель проанализируют успех и учтут недоработки, чтобы потом не допускать промахов. В целом, конкурс прошел на ура. Понравилось зрителям, участникам и организаторам, которые считают, что такое.